Под девизом «Мы вместе» объединились представители самарских СМИ, чтобы поучаствовать в традиционном 29-м фестивале прессы. В Струковском саду в этот день открылись более 20 площадок от телеканалов, газет, журналов, радиостанций и изданий различных ведомств. Гости праздника, зрители и читатели смогли пообщаться с теми, кто каждый день пишет о событиях города и региона. Иоанн Кронштадтский сказал, если любовь каждого к России соединить вместе, мы выстоим. И вот наш девиз «Мы вместе», если мы будем вместе, мы обязательно выстоим. Наша Россия и мы. Собравшихся с проведением фестиваля поздравил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона вместе с главой города Еленой Лапушкиной оценили работу площадок, пообщались с представителями редакции. На торжественной церемонии открытия Дмитрий Азаров отметил, что сегодня журналистика находится на передовой всех изменений и очень чутко реагирует на них. Журналисты фиксируют успехи и достижения, обращают внимание на критику жителей и создают новые стимулы для формирования новых программ. И направление развития нашего региона и, конечно же, столицы нашего региона, города Самары. Площадка телеканала «Самара ГИС» по традиции встречала гостей фестиваля у центрального входа в Струковский сад. Весь день здесь можно было насладиться выступлениями артистов и потанцевать, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, сфотографироваться с любимыми сказочными персонажами. Леонид с семьей попали на площадку случайно. Пройти мимо просто не смогли, признается отец семейства. Мы на самом деле шли на набережную, на пляж прогуляться. Ну вот смотрим, в рамочке стоит мероприятие какое-то нарядное. Молодого человека потянуло, а дальше он увидел аквагрим и все, сердце было разбито. Торжественную атмосферу всем гостям создавал оркестр Росгвардии под руководством майора Олега Чемоданова. Звучали и танцевальные мелодии, и нестареющая классика. Я рад, что мы участвуем в этом празднике, стараемся репертуар разнообразить, как это возможно получается. Ну, есть всегда над чем работать. Будем продолжать это делать и радовать людей. Гостья фестиваля Галина Васильевна рассказывает, пришла сюда посмотреть на все, что сделано руками прессы. Очень понравилась музыка и атмосфера на площадке «Самара ГИС». Когда я вошла, я играла оркестр и такую жизнерадостную, веселую музыку, что мне захотелось потанцевать. И я стояла и танцевала. По периметру фонтана работали площадки с мастер-классами. Гостей встречали ростовые куклы, а на сцене в это время ведущие разыгрывали призы от партнеров телеканала. В этом году ими стали торговый комплекс «Гудок», «Вода дворцовая», «Жако, роллы и пицца», «Мягкий кинотеатр», «Сладкодаров», «Салон красоты», «Красивая я». Конкурсы чередовались с концертными номерами. Для гостей фестиваля выступали детский музыкальный театр «Алле Драмс», ансамбль колокольного звона «Самарские звонари», Центра детского творчества «Младость», учащиеся Центра эстетического воспитания детей и творческие коллективы Центра внешкольной работы «Поиск». А самых юных гостей фестиваля не смогло оставить равнодушными шоу мыльных пузырей и выступления дрессированных собачек. Мопс Рич и его хозяйка Ольга уже год занимаются танцами. В репертуаре пары три номера. Для гостей фестиваля они исполнили танец под названием «Ярче звезд». Мопс – это не самая танцующая, скажем, собака, это такая на подумать, но мы стараемся. Финальным аккордом стало выступление Николая Белоусова, полуфиналиста вокального телевизионного проекта, воспитанника Центра помощи детям единства, обладателя уникального тембра. В этот день Николай отметил свое 18-летие. Его поздравили коллеги по цеху, участники детской телестудии «Майюш ТВ». Волна позитива и атмосфера сегодняшнего дня заряжает, признается Николай. Публика супер, меня порадовала публика, потому что не каждый любит такие песни. То поколение уже уходит, к сожалению, но в тех песнях как раз-таки и смысл, и мелодия, и проникновенность душа – это главное в песне. По традиции фестиваль закончился церемонией награждения лауреатов. Диплом победителя получил и наш телеканал «Самара ГИС». Почетный приз генеральный директор Елена Кольцун получила от председателя Самарского союза журналистов Ирины Цветковой. На сегодняшний день телеканал «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Общее число наших подписчиков превышает 96 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 870 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 400 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. Так что смело включайте прямой эфир и подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Галина Топилина, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Валерий Майоров. События.